Все хорошо, у нас все со связью в порядке, меня видно, слышно. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уже здравствуйте в новом году. Я очень надеюсь, что вы все плодотворно провели новогодние каникулы, конечно же отдохнули от своей работы, от учеников, от воспитанников, наполнились ресурсом и готовы дальше нести светлое, доброе в массы. Я вижу, у нас сегодня очень много, поэтому поставьте огонечек те, кто у нас действительно отдохнули и набрались ресурсиков и готовы прям впитывать что-то новенькое, да, готовы к свершениям и к подвигам в своей профессиональной деятельности. Отлично, отлично, вижу, спасибо. Ну что ж, у нас с вами сегодня тема, это техники эффективной коммуникации с родителями. Я еще раз представлюсь, я кандидат педагогических наук, доцент Уфимского университета науки и технологий, семейный психолог, психотравматолог, и зовут меня Хохлова Ольга Николаевна. И, наверное, вот в этой теме мы с вами будем разговаривать, точнее я буду с вами разговаривать с такой психолого-педагогической позиции, да, больше, наверное, все-таки акцент делать на какие-то такие психологические аспекты. Ну, давайте мы начнем с вами, да, в тему коммуникации. Вот на слайдах это будет представлено, я не буду прям подробно-подробно проговаривать, постараюсь своими словами. Ой, прям готова на обучение, много плюсиков, отлично, прям здорово. В целом, да, о чем мы с вами будем говорить? Техники эффективной коммуникации. Мне бы сразу здесь хотелось немножко развести эти два понятия. Вот коммуникация, да, это двухстороннее взаимодействие, где у нас есть два субъекта. Один дает какую-то информацию, другой какую-то информацию получает. Чаще, да, мы используем, ну, в нашем обращении слово не коммуникация, а слово общение. Вот именно здесь мне хотелось бы провести первую разницу. Когда мы говорим с вами про общение, мы подразумеваем межличностное общение. То есть, когда общается человек и человек. И, как правило, это больше приятельские отношения, это больше дружеские отношения. А вот здесь давайте мы с вами будем говорить все-таки о профессиональной деятельности. В профессиональной деятельности мы используем слово коммуникация. Но ничего страшного, если я буду по ходу дело говорить слово общение и общаться. Но только мне бы хотелось, чтобы вы понимали, что мы говорим именно про деловое общение. Не вот такое приятельское между собойное, а именно деловое общение именно в профессиональной сфере. В коммуникации у нас есть, как говорится, коммуникация двух видов. Есть вербальная коммуникация, когда мы общаемся с помощью слов, когда мы общаемся с вами с помощью текста или каких-либо других знаков. И невербальная. Вот невербальная – это все те сигналы нашего тела, которые мы передали. Мы говорили об одном таком интересном явлении, а точнее, наверное, даже об ошибке, которая существует. Так называемое двойное послание. Я, наверное, по ходу, да, сразу буду идти в некие такие технические моменты и приемы, хотя они у нас будут позже, но все-таки в определенные правила. Вот первый, ну, простите за такое слово, да, косяк в коммуникации у нас возникает тогда, когда я словами хочу сказать вам одно, а вот на невербальной форме я вам посылаю совершенно противоположный сигнал. То есть для того, чтобы вы меня поняли, да, продемонстрирую, уважаемые коллеги, да, прекрасный день сегодня, солнце светит, я рада вас видеть, и я очень хочу поделиться с вами той информацией, которой я владею. И второй момент, да. Уважаемые коллеги, сегодня так хорошо светит солнце, я очень рада вас видеть и поделюсь с вами той информацией, которой я владею, и буду рада это сделать. Есть ли разница в том, как я это произнесла, да, есть ли у вас какое-то определенное ощущение? Вот первое послание и второе послание. Хотя я хочу здесь сказать, что в вербальном контексте, да, оно абсолютно идентичное, то есть слова одни и те же. Есть разница. Закрытая поза, да, закрытую позу вы увидели. Открытые, закрытые позы. Конечно, есть, да. В первой искренней, во второй агрессия. То есть, по сути, мое первое, чем отличается мое первое послание от второго? Выражение лица, да, замечательно, что заметили эмоции, конечно, интонация. Вот, но это все невербальный канал. Они очень разные, это здорово, что вы различаете. Поэтому для того, чтобы нам избегать конфликтов в коммуникации, нам важно, чтобы мы были конгруентны. Нам важно, чтобы мы нашу информацию передавали с теми эмоциями, с которыми мы хотим, чтобы ее получил тот, кто ее получает, наш получатель. Мы можем разговаривать на разные темы, но при этом внутри находиться в каких-то там своих мыслях, в своих переживаниях. И при этом тогда человек в большей степени считывает не то, что мы говорим, а именно то, что мы ему несем с помощью нашей невербалики. И получается такой, как бы возникает дисконнект. Ну, вроде бы я русским языком тебе что-то объясняю, но я же тебе русским языком говорю. Почему ты меня не слушаешь? И в такой ситуации человек что видит? Он не видит, что я ему говорю, он видит мой указующий жест, он видит мои насупленные брови, и он видит, что я на него агрессирую. А я ему буду указывать, нет, я не агрессирую. Хотя все мое лицо, да, моя поза, моя мимика, пантомимика будет говорить об обратном. Вот почему я делаю акцент на этом моменте. Потому что работа педагога, работа психолога, особенно с родителями, она всегда сложна, и она всегда двояка. У вас, да, вот-вот в школе так и есть. Почему она двояка? Ну, во-первых, очень огромный поток информации, который нужно усвоить. Очень много вопросов, которые нужно решить. И очень много вопросов, которые есть от родителя к учителю. И вы же понимаете, что родители приходят к педагогу не чай попить, да, а приходят чаще всего тогда, когда у них есть какие-то претензии или вопросы к педагогу, или же когда сам педагог их вызывает к себе. То есть и здесь, и человек уже приходит в каком-то состоянии. И педагог сам находится тоже в определенном состоянии, потому что, возможно, то, что он хочет сказать родителю, это будет не самая приятная информация. Вот это то, чем мы можем с вами управлять. Если вы, допустим, вот в настоящий момент не в состоянии, да, вот по своему какому-то психоэмоциональному состоянию, ощущению, нет у вас такого комфортного, ну, скажу, ресурсного, ну, так скажем, да, спокойного состояния, чтобы донести неприятную информацию человеку, вы сами переживаете или вы, может быть, действительно злитесь, тогда лучше возьмите себе паузу в 5-7 минут, отойдите, подышите, успокойтесь и вернитесь. Вот в этом нет ничего такого, нежели вы вот на таком тоне, на котором я вам сейчас продемонстрировала, начнете говорить особенно неприятные вещи. То есть в таком варианте у вас конфликт, ну, возникнет, наверное, в 60% случаев. Вот. Далее, да, в каких формах у нас есть коммуникация, да, ну, я тоже буду сразу делать акцент на то, что есть сейчас у нас. У нас есть индивидуальная коммуникация, есть групповая коммуникация. Вот индивидуальная коммуникация – это что? Есть у нас два участника, да, два собеседника, и они, как правило, обмениваются информацией. Что мы сейчас получаем? То, что у нас – это индивидуальный процесс, и вам надо настраиваться только друг на друга. Ну, и, конечно же, в индивидуальной коммуникации вот эта подстройка, она гораздо проще осуществляется, потому что у вас всего два человека. Здесь может быть личное общение, да, личная беседа, консультация, может быть, переписка в мессенджере по электронной почте, может быть, телефонный разговор, но, опять же, один на один. И групповая или по-другому коллективная коммуникация. А вот здесь у нас, получается, есть один спикер, вот в данный момент у нас с вами идет коллективная коммуникация. Есть один человек, который эту информацию дает, и есть много участников, которые эту информацию получают. При этом у нас, может быть, вообще не быть никакой связи между участниками. То есть, вот, допустим, вы сейчас находитесь в чате, да, вы между собой, кто-то может быть знаком, но в целом вся группа не знакома между собой. Соответственно, стиль моего общения, он должен быть, ну, максимально доброжелательным, максимально понятным и прозрачным для большей части наших участников. Точно так же, как и в коллективной коммуникации. Поэтому чаще всего для того, чтобы осуществлять эту коллективную коммуникацию, мы с вами готовимся заранее. То есть, если в индивидуальной коммуникации мы чаще всего импровизируем, да, или, может быть, имеем какой-то план, мы в целом рассчитываем на то, как разговор дальше будет строиться, то в данной ситуации у нас должна быть определенная заготовка. Это отличается и тем, что у нас нет с вами непосредственного контакта с собеседником. Что еще есть? В коммуникации есть своя структура. Почему я делаю сейчас тоже, обращая ваше внимание, у вас это, естественно, будет в презентации, но все-таки прошу обратить внимание, да, мы с вами не коммуницируем с родителями просто так, чтобы поболтать. У нас всегда есть что-то, что мы хотим им донести. У нас всегда есть цель. Значение слова конгруентность, да, скажу. Вот сейчас закончу, да, и скажу. У нас есть с вами цель. Если вы будете перед началом, да, любого контакта с родителями вспоминать про эту цель, вам будет контактировать гораздо проще. То есть ваша цель – донести что-то. Коммуникатор. Вот я коммуникатор, да, я-то сторона, которая передает вам сообщение. Рецепент – это вы адресат, который это сообщение получает. Вот у нас два субъекта есть. Есть сообщение. Та информация, которую я вам рассказываю. То есть моя суть сейчас, цель моя, да, на моем примере, – это донести вам определенные техники взаимодействия с родителями. Ну, определенные фишечки, которые вот я, например, хочу сегодня дать, исходя из опыта, исходя из практики, которые вам помогут. Канал коммуникации. Канал – это то, посредством чего мы с вами контактируем, чем мы взаимодействуем. Мы с вами сейчас контактируем посредством вот такой вот вебинарной связи, через интернет. И обратная связь. Вот кто-то уже задает определенные вопросы, вы отвечаете мне на эти вопросы, вы сами даете обратную связь. Я вижу, у нас периодически мелькают огонечки, мне очень приятно, когда они мелькают. Это наша обратная связь, которая может быть, а может и не быть. Если мы хотим получить эту обратную связь, тогда мы должны в нашем сообщении сказать об этом. Что, коллеги, мне хотелось бы получить от вас обратную связь. И вы начинаете сжать огонечки. Вот она, обратная связь, ту, которую, например, хочу получить я. Вернусь к вопросу. Слово конгруентность – это непротиворечивость. Вот как я себя сейчас чувствую, вот что я сейчас чувствую, то я и выражаю. У меня нет противоречия между моим поведением и между моим ощущением. Далее. Формы. Формы коммуникации. Какие формы мы с вами используем? Ну, если посмотреть на примере, опять же, школы, на примере детского сада, образовательной организации, то у нас есть с вами очные формы и дистантные. Благодаря пандемии, ну, благодаря это, опять же, условно, да, именно из-за этого у нас очень широко распространены стали дистантные формы. Это телефонные разговоры, это переписки во множественных чатах, в мессенджерах, это создание новых каких-то девайсов, приложений, электронных источников, где осуществляется работа. Вплоть до того, что, насколько мне известно, сейчас до сих пор используется смешанный формат обучения, когда есть час занятий, которые проходят где-то в приложениях или проходят в интернете, да, то есть на определенных платформах, и есть часть занятий, которые проходят в очном режиме. Это точно такой же канал коммуникации, где действуют все законы и правила. Ну, и очные. Какие очные чаще всего мы используем с родителями? Это беседа, это консультация, это семинар и родительское собрание, да. Здесь я не разделила их уже на индивидуальные, групповые, а просто набросала для того, чтобы вы, ну, понимали. Возможно, есть еще и другие формы, которые вы используете, потому что есть и родительские конференции, есть и форумы, много чего. Но вот именно то, что наиболее часто есть в работе педагога. Вот здесь я тоже хочу сделать несколько таких нюансиков. На чем? На том, что, ну, на мой взгляд, наиболее эффективной формой коммуникации с родителем, если мы будем говорить про очную форму, это будет форма консультации, да, то есть тогда, когда вы строите разговор с человеком на определенную тематику и направленные на решение его какой-то задачи, да, может быть, проблема. Ну, я не люблю говорить слово «проблема», ситуация. И форма родительское собрание. Она такая достаточно устаревшая, но когда я, например, говорю родительское собрание, я подразумеваю, что у нас с вами происходит групповой диалог. Не тогда, когда я встала как спикер, я донесла всю информацию, все усвоили, записали, принесете, сделаете, выполните. А тогда именно, когда я получаю обратную связь. Потому что прямо здесь, в этом же процессе, я могу снять множество вопросов, которые потом полетят вам в чат. Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что, побывав на родительском собрании или побеседовав с родителями, или дав им какое-то очередное задание или информацию, после этого вы у них несколько раз спросили, все ли вы поняли. Они кивают вам головой. Да, конечно. Вы только приходите домой, и у вас начинает пестрить ваша лента в мессенджере, да, в WhatsApp. А вот это, вот это, вот это. А вот это, вот это, вот это. Вот чтобы этих нюансов избежать, мы можем вот это родительское собрание проводить как групповую консультацию. И остановлюсь еще и на дистантных формах. Я думаю, что сейчас, наверное, уже не осталось тех людей, у которых нет родительского чата в телефоне, да. Не есть. И вот представьте, у вас есть несколько классов, да. Вы, допустим, классный руководитель. У вас, соответственно, есть групповой чат этого класса. Помимо этого, вы родитель. У вас один ребенок ходит в школу, один ребенок ходит в детский сад. Значит, у вас будет групповой чат детского сада, куда ходит ваш ребенок. У вас будет групповой чат родительский с этого детского сада. У вас будет чат там в школе, да. У вас будет еще какой-то чат с администрацией. Их достаточно много. И вот для того, чтобы вам упростить работу, как педагогу, Когда вы создаете групповой чат в мессенджере, самое первое, что вы должны сделать, это сделать правила чата. И эти правила сделать закрепленным сообщением в случае возникновения каких-то ситуаций, вы просто делаете ссылочку или пересылаете это закрепленное сообщение, ничего не набирая. Что является правилами чата? Опять же скажу, наверное, по практике, по своей, могу сразу сказать, что лично, например, раздражает очень меня в таких групповых чатах. Меня раздражает нарушение личных границ. Ну давайте скажем честно, очень тяжело не нарушить личные границы человека, потому что кто-то приходит домой в 10, он в 10 домой пришел с работы, и он начинает, естественно, смотреть всю информацию. И у него возникают вопросы, и он начинает писать в 10, в 11, в 12. У меня бывали ситуации, когда мне могут писать, например, студенты, и в час, а утром спрашивать, я вам работу отправила, отправили вы или проверили вы. Вот чтобы этого не было, мы устанавливаем правила. Правила какие? Правила, например, такие, что в нашем чате запрещаются голосовые сообщения. Это на ваше усмотрение. Если вы можете, вам нравятся голосовые, хорошо, но их надо слушать, для этого тоже надо иметь возможность. Не всегда эта возможность есть, чтобы слушать голосовые сообщения. Другой момент – это границы времени, которые указываете вы. Их не родители создают. Если вы этот момент на первом этапе упускаете, тогда кто-то из наиболее инициативных, из родительского комитета, создаст именно сам это правило. И тогда вы уже будете вмешиваться, да, и как будто бы с чужим уставом, как говорится, со своим уставом в чужой монастырь. Исходите из норм времени тех, которые вам удобны. Например, если у вас уроки с 8.30, допустим, до 3 часов, да, тогда вы пишете о том, что с 8.30 до 3 часов я на чат, я на сообщение не отвечаю. Тем самым вы избежите вот этих вот конфликтных ситуаций, когда родители говорят, я вам пишу, вы мне уже 5 минут не ответили, вы мне уже 15 минут не ответили, вы меня игнорируете. Опять делаем отсылку к нашему закрепленному правилу в групповом чате, где я не отвечаю, потому что у меня занятие. Можете установить временные рамки. Я понимаю, что это, конечно же, некоторых не остановит, но для вас это создаст те нормы, по которым вы сможете себя обезопасить. Потому что человек, вступая в чат, он ознакомливается с правилами, и если он там остается, он его принимает, он эти правила принимает. Вы можете также в правила внести некие элементы вашего взаимодействия. Элементы взаимодействия относительно того, относительно каких моментов, да? Относительно моментов, например, обратной связи. То есть, когда вы даете какое-то задание, или вы сообщаете какую-то информацию, вы просите, отметьте, пожалуйста, плюсиком или минусиком. Вот даже сегодня мы об этом сказали. Поставьте, например, минус только те, у кого есть сложности со связью. Все остальные бывают, как говорится, все остальные могут отсутствовать какие-то моменты. Потому что тоже у нас начинается. Да, хорошо, не знаю, возможно. Или могут быть смайлы. Но это, опять же, на ваше усмотрение. Что еще здесь можно предусмотреть? Можно предусмотреть также правила общения, что мы в этом чате обсуждаем только вопросы, связанные с обучением данного класса. Или, например, по данному предмету или по данной дисциплине. То есть вы ограничиваете тематику. Можете также сделать приписку в правилах о том, что, например, звонить или писать, допустим, в неустановленное время вы можете только в экстренной ситуации. И тогда вы будете понимать, что это экстренная ситуация. Вот, знаете, хотелось очень это озвучить. Наверное, тоже как бы что-то из разряда наболевшего. Да, вот две обязательных реакции. Отлично. Вот, очень хорошо. Да, вы можете также закрепить эти реакции, когда у вас будет понимание. И потом люди к этому привыкают, они начинают это использовать. Ну, и теперь к самим родителям и к техникам. Ну, начнем с того, что все родители разные. И я, когда готовила этот вебинар, мне очень хотелось сделать некую такую хотя бы условную типологию тех родителей, с которыми нам приходится контактировать. Ну, одна из самых, наверное, распространенных типологий – это типология по стилю родительского воспитания или по типу родительского воспитания. То есть в зависимости от того, как ведет себя человек в воспитании ребенка. С одной стороны, казалось бы, зачем вам это знать? Потому что это его процесс, как воспитательный, да, как он его строит, это касается в основном ребенка. Но на самом деле, когда у нас человек воспитывает ребенка в определенном, то есть родители в определенном стиле, то, соответственно, он этот стиль распространяет и на других взрослых. И вы можете этот стиль почувствовать на себе. И здесь есть тоже нюансы. Авторитарный стиль, да, мы рассмотрим его сейчас. То есть авторитарный стиль – это такой гиперопекающий стиль, достаточно жесткий. А родители очень требовательны, они строги с детьми, они устанавливают правила и запреты, нарушая которые дети получают наказание. То есть вне зависимости от каких-либо ситуаций родитель будет строг, родитель будет требователь. И здесь, знаете, действует такое, да, первое правило. Родитель всегда прав. Если родитель не прав, смотри, правило первое. И обычно при обсуждении или при установке этих правил мнение ребенка не учитывается. Вот как я сказал, так оно и будет. А теперь давайте мы перенесем это на педагога. Что получается? Что во взаимодействии с педагогом родитель будет придерживаться, естественно, знакомого ему паттерна поведения и взаимодействия. Поэтому авторитарный родитель и с педагогом будет категоричен, где есть его правила, как он сказал, так и надо. Они настаивают на своей правоте. Очень чувствительны критики, я бы сказала, нетерпимы критики. Они не могут менять свою позицию и считаться с противоположным мнением педагога. То есть если у вас разошлись мнения, то вот такому типу родителя нужно будет объяснять с доводами, с фактами и с доказательствами. Просто мое мнение или я так думаю, я так считаю, не подойдет. Покажите, где это написано. Покажите, что это такое. Где мы с вами об этом разговаривали. И плюс авторитарный тип родителя будет, ну вот к сожалению так и есть, будет стремиться улечить вас в какой-то ошибке. Вот такая вот позиция. Мнение, которое есть у вас, будет подвергаться сомнению, открытому осуждению, критике какой-то. И с таким педагогом, с такой категорией родителей работать достаточно тяжело. Тяжело и в эмоциональном плане, тяжело и в формате коммуникации. Потому что здесь нужно быть очень внимательным к своим словам. Эти люди цепляются за эти слова. Я вот здесь написала, что не прощают ошибок. Что я имела в виду? Для такого типа очень важно, когда вы даете какую-то рекомендацию, чтобы вы точно сказали, как она сработает. Вот вы нам сказали делать вот это упражнение, допустим, там каждый вечер по 5 минут. Мы это делали. Где результат? Почему это не сработало? Когда вы начинаете объяснять, возможно, вы не таким тоном говорили, возможно, не тот подход, возможно, вы взяли не то упражнение. Нет. Вы сказали делать это от сих до сих. Где результат? Нет результата. Значит, вы не правы. Значит, вы плохой педагог. Значит, вы ошиблись. И в следующий раз я уже не буду вас слушать. С такими родителями, на самом деле, тяжело работать. Вот опять же, чем мы можем себя обезопасить, это фактами. И, знаете, здесь не давать никаких обещаний. То есть сразу говорить о том, что стопроцентной гарантии нет, не будет. Смириться, да, стукнуть нельзя. Смириться с тем, что этот тип родителей будет искать способ где-то показать, что вы педагог, который не справляется. Хорошо, да, я педагог, который не справляется. Окей, пусть будет так. Признаем, я тоже человек, я тоже могу ошибаться. Другой стиль, да, авторитетнее или сотрудничество. Ну, это песня. Почему? Потому что это такой демократический стиль воспитания. Там, где у нас есть и контроль, там, где есть и забота. Там, где сочетаются и правила, и теплота, и близость. То есть это положительное, доброжелательное отношение с ребенком. Родитель выстраивает на чем? Он выстраивает на определенных правилах, которые он обсуждает с ребенком, которые они вместе соблюдают. И правила соблюдаются не из-за страха, потому что меня накажут, а потому что мне будет дискомфортно. Я же обещал маме, например, или я обещал педагогу, да, или я еще что-то такое. Вот из-за тех отношений, которые сложились внутри. Как правило, такие родители, они открыты к общению. Они понимают, что может быть другая точка зрения. Они понимают критику. Более того, они настроены на то, чтобы вы им давали обратную связь, и они заинтересованы в улучшении коммуникации. Они даже спрашивают, а подскажите, как бы нам было лучше в нашей истории? А вот как бы нам было лучше в нашей ситуации? И здесь уже не будет, как в предыдущем, варианте каких-то жестких, знаете, таких я называю, откатов, когда родители приходят и говорят, слушайте, вот это не сработает. Вы знаете, мы попробовали, но у нас вот такая история получилась. Возможно, здесь что-то, какие-то нюансы я не учел, подскажете еще, что мы можем улучшить? И вот этот стиль, он настроен на улучшение. Он идет в интересах своего ребенка. А когда родители смотрят в интересах своего ребенка с долей нормальной критики, здоровой критики и скептицизма, то тогда складывается самая комфортная коммуникация. Не скажу, что их много. Уже тоже написали. Таких родителей, к сожалению, таких родителей мало. И вот два других стиля воспитания. Я их объединила, потому что, на мой взгляд, это как две полярности. Даже не полярности, а как вот одна линеечка, и вот здесь у нас от нуля, а вот здесь уже у нас 10, например. Либеральный или гипоопека? Вот гипоопека, это когда у нас есть контроль, есть такая сверхзабота. А гипоопека, это тогда, когда, ну ладно, ой, ну давайте глаза закроем. Ну ничего страшного, ну сделал и сделал. То есть, по сути дела, родители глаза закрывают. Они не направляют, они ему доверяют в решениях. Вот ты как хочешь, вот как считаешь нужным, так и делай. Лишь только меня не трогай. Вот такое невмешательство в позицию воспитания. Может быть, ой, ну я же не знаю ничего. Ой, давайте вы сами. Ну почему же мы это должны? Тут даже не будет того, что мы должны, а тут в плане, ой, ну не я же учился в институте, ну вы же учились в институте, к вам же виднее. Это про что говорит? Про что же, да не хочу я включаться, отстаньте вы от меня. И индифферентный, вот индифферентный, это безразличный. Вот безразличный, это тот же самый либеральный, но только довернутый, знаете, так на максимум. Индифферентный, это тогда, когда, слушайте, отстаньте от меня со своим воспитанием. Вот вы там в школе сидите или в саду, вот вы и делаете. Я вам ребенка привел? Привел. Что там происходит, меня вообще не касается. Я знаю, что есть родители, которые говорят, вот пока ребенок в саду, мне не звонить и не писать. Я вечером приду, заберу. Что-то случается? Решайте, сами решайте. И вот что это формирует. Во-первых, это полная безнаказанность у ребенка. И, соответственно, тот ребенок, который не получает внимания со стороны родителя с таким стилем воспитания, он будет стоять на голове, на ушах, он будет делать все, что угодно, чтобы получить внимание взрослого. А, соответственно, в момент, когда он находится с вами, чье внимание он будет стараться получить таким образом? Конечно же, ваше. И с таким ребенком очень сложно будет выстраивать отношения по одной простой причине. У него нет дома правил поведения, которых придерживаются его родители. Соответственно, все те правила поведения, которые ставите вы, они уже вторичны. Но делать это все равно нужно. Это не значит, что на него нужно закрыть глаза. Но вот в поведении с таким стилем воспитания, я тоже здесь отметила, что поведение, оно варьируется, знаете, вот от такого, «Ой, ничего не вижу, ничего не слышу, ой, не надо не говорить им, я там расстроюсь» или еще что-то подобное. Просто безразличие и до полной перекладывания ответственности на педагогу. Да, вы тоже написали. «Мама сдала ребенка? Все, я ничего не знаю, я ничего не знаю». Если с ним что-нибудь случится, отвечайте вы. Все. Да, таких родителей даже не трогает высокая температура. Их не трогает даже то, что ребенок там поранился где-то. Их не заботит то, что дети, например, там, не знаю, подрались, или случилась какая-нибудь ситуация. Нет, они не подорвутся, они не приедут. Вот. Ну, вот так тоже бывает, к сожалению. И в общении с вами, в общении с вами вы понимаете, что они точно так же абсолютно безразлично, индифферентно будут относиться и к вашим рекомендациям, и к тому, что вы говорите. Это, говорит, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Я сижу на собрании. Как правило, это очень милые люди, которые сидят, смотрят в глазки, кивают головой. У них никогда не бывает вопросов. Они говорят, ой, да, все понятно, все замечательно. Они только вышли, они все забыли. Все. У них ничего такого нет. Они говорят, ой, вы знаете, нам не до того. Ой, нет, 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 мы не успели, у нас какие-то другие дела были и так далее. И если вы начинаете на них немножко применять давление, вы говорите, ну, мы же об этом говорили, вот, ну, как бы вы обещали, ой, вы знаете, да, вот это ваша работа, вот вы тут и работаете. У нас своей работы достаточно. Или совсем переложить ответственность. Делайте, что хотите. Вот это было основано на стилях родительского поведения. Но есть еще и другая классификация, мне она показалась интересной в формате нашего сегодняшнего разговора, да, это классификация, ну, конкретно по поведению, вот как ведут себя родители. Вот типы воспитания, это в зависимости от типов воспитания ребенка, очень хорошо это описано у Варги, у Столина, да, есть даже тест детско-родительских отношений, чтобы узнать, какой есть стиль родительского воспитания, вы можете это попробовать сделать. А это классификация именно того, как себя ведут родители по отношению к педагогу. Есть позитивно ориентированные. Вот позитивно ориентированные, это хорошие родители. Вот опять самая приятная категория, самая малочисленная категория. Это те, которые стремятся к пониманию, это те, которые готовы выслушать различные точки зрения только лишь для того, чтобы у них с ребенком были хорошие отношения и с педагогами были хорошие отношения. Я бы сказала, это такая, знаете, здоровая заинтересованность в успехах ребенка через поддержание доброжелательной атмосферы. У них есть и энтузиазм, они нормально относятся к критике. Как правило, это не такие, прям, знаете, оптимисты-оптимисты, которые, ай, да все хорошо, ай, да всегда все хорошо. Нет, они могут проявлять критическое мышление. Но в ситуации конфликтной они могут принимать разные способы разрешения. Союзники. Союзники – это такие родители, родители-помогатели. Что бы ни случилось, какая бы история ни была, мне сразу вспоминается история из фильма. Кто поедет на завод? Я, да. Кто поедет на бензоколонку? Я. То есть это вот такие союзники, которые готовы с вами вместе решать какие-то дела. Они легко вступают в дискуссию, они всегда активны на собраниях, они всегда выступают в роли посредника. Вы не можете, ой, давайте я вот туда съезжу и отвезу. Ой, у вас не получается возможности. Ой, давайте тогда вот мы сейчас, я там организую родителей, там еще что-то. Вы их можете еще понять, узнаете по каким таким признакам. Как правило, они стремятся быть полезными. Вот для них это важно. Они, когда принимают участие в воспитательном процессе в самой школе или в детском саду, они сами получают удовольствие о том, что чувствуют себя к этому причастными. И здесь они будут склонны занимать вашу точку зрения. Не, допустим, других родителей и даже не своего ребенка, а именно вашу точку зрения как авторитетную. С ними также работать вполне хорошо. Единственный нюанс, который может возникнуть, это чрезмерная, наверное, активность и вот эта вот включенность. Потому что, ну, вот эта вот включенность, иногда, знаете, инициативность, инициатива тоже бывает наказуема. Тоже не так много. Вот эта категория самая многочисленная. Это манипуляторы. А родители-манипуляторы. Ну, вообще, конечно, совсем без манипуляций обойтись, наверное, нельзя, но тем не менее, родители-манипуляторы стремятся управлять окружающими с помощью изучения сильных и слабых сторон. То есть они входят с вами в контакт, они интересуются, они доброжелательны, они открыты, они общаются и узнают, а как вам то, а как вам это. Они вас изучают для того, чтобы потом изученное может послужить им в пользу решения какой-то своей ситуации, своей проблемы. Как правило, эти родители стремятся склонить учителя на свою сторону, чтобы себя выставить правами. Манипуляторы никогда не любят признавать своих ошибок. Они найдут тысячи причин, тысячи оправданий. Они переходят на личности для того, чтобы показать, где вы были в чем неправы. Вот, к сожалению, им доставляет удовольствие нахождение. Вы знаете, это не выглядит как бы специально, допустим, как у агрессивно настроенного родителя, когда вот вы сказали, а это не сработало. Они обычно очень мягенько это делают. Вот вы знаете, вы нам дали такую рекомендацию, а вот мы попробовали, и мы выполнили все правильно, но ведь, к сожалению, это не принесло результата. А может быть, вы не совсем подготовлены были тогда? То есть вроде как бы мягенько, а так от этого становится противненько. Если манипулятор смог добиться нужного поведения, и вы все-таки пошли у него на поводу, вы с ним согласились, это чувство власти. Я получил свою плюшечку. Я молодец. И дальше они начинают на этом уже эксплуатировать. Если он не добивается того, чего он хочет, он переходит в категорию либо агрессора, либо страдальца. Агрессоры – это те, которые начинают ссориться. Это те, которые начинают подбивать других. Манипуляторы, кстати, очень активны и инициативны. В плане того, что давайте мы не будем делать это, а давайте что-нибудь другое, сам это другое предлагать не будет. То есть он вносит раздор. Или же переходит в позицию страдания. А в позицию страдания – это когда он начинает жаловаться другим. Другим – это могут быть родители. Он может жаловаться даже собственному ребенку. Да, слушай, я пообщался с твоей учительницей. Ты знаешь, она, конечно, ну вообще никак не внушает доверия. Не повезло тебе с педагогом, да и со школой, может быть, слушай, так же. То есть еще больше подливает масло в огонь. А вроде бы опять же мягенько это делает. Или жаловаться в администрацию, не решая проблемы с вами. Мы с вами не договорились, я пойду жаловаться туда. Самые главные жалобщики – это именно данная категория. С ними взаимодействовать гораздо и гораздо сложнее, потому что очень сложно выдерживать манипуляцию. Как правило, манипулятор не делает это открыто. Он делает это в какое-то слабоязвимое место. Главное оружие – это научиться нейтрализовать их нападки. Я бы сказала так. Вашим инструментом будет то, что вы сможете почувствовать. Когда вы чувствуете какой-то подвох, не постесняйтесь, скажите открыто в глаза. Вот здесь можно идти на конфронтацию. То есть если вы чувствуете, что родитель начинает как-то ваш авторитет подминать, а вот мягенько так, как будто бы не соглашается, скажите ему открыто. Я сейчас вижу, что вы хотите мне сказать вот это, вот это. Или я сейчас чувствую, что вы мне говорите про это. Я правильно понимаю? Вот когда вы делаете это в открытую, он тогда безоружен. Все, его обнаружен. Говорит, ой, нет, 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 что вы, я не это хотела сказать. Все, нейтрализовали, он будет какое-то время молчать. То есть задача вывести их в открытую. Творческие. Творческие родители. Они склонны к импровизации. Они интузи... Они, простите, инициативны. Они могут импровизировать. Но они спонтанны. Это такие, знаете, родители в розовых очках. Ой, да вы что, мой ребенок, да вы что, он так прекрасно рисует. Да не может быть, нет. И вот их реальность, она немножко такая другая. Она как бы иллюзорная. Но союз с ними тоже нужен, контактировать с ними нужно, потому что они обычно несут очень позитивное начало, а особенно в каких-то конфликтных ситуациях. То есть эти люди не будут входить в конфликт. Они не будут его раздувать. Они, наоборот, будут стараться его загасить. Но они не будут очень конструктивны в плане выполнения каких-то рекомендаций и требований. И когда вы будете пытаться сказать им что-то неприятное, допустим, про ребенка или про его результаты, они всегда будут делать большие глаза и говорить, как так, это же невозможно. То есть это вот как будто бы они этого не видят. Но они действительно стараются этого не видеть. То есть, скажем так, у них есть некий свой, ну, своя часть мира, в которой они предпочитают находиться. Может быть, даже скрываться от тех реалий, которые имеют место быть. Равнодушные. Равнодушные товарищи. Скептики по натуре. Это те же самые, да, вот, которые с индифферентным стилем воспитания, с гипоопекающим. Но тут такая категория, которым, в принципе, все равно. Вот что бы вы ни делали, как бы вы ни говорили, все равно. Есть у них один нюансик. Что они любят? Они очень любят подвергать сомнению все, что вы не скажете. Ну, вот стиль такой. Мне, в принципе, все. Вот, знаете, они так и говорят. Ой, вы знаете, мне, конечно, вот все равно, да, но я думаю, вот, вот, а может быть, вот так вот-то, а может быть, вы вот про это, а может быть, вы про то, а может быть, и вы тут неправильно сделали. И на таких равнодушных родителях они всегда сопротивляются каким-то нововведениям. Им всегда очень сложно принять что-то, даже, например, электронный журнал или электронный дневник. О, Господи, зачем это надо? Для чего это нужно? Это такие проблемы. Прямо, вот, если хотите проверить, кто у вас в классе такие равнодушные родители, вы можете сказать, ребята, с этого нового учебного года у нас будет новый лайфхак. И сразу посмотрите реакцию. Они такие. Здесь с ними строить конструктивный диалог сложно в связи с тем, что это будет всегда критика. Но, что возможно, они могут ориентироваться на авторитет. То есть, когда вы говорите о том, что данное нововведение или данная рекомендация существенно повысит результаты вашего ребенка, а это поспособствует его лучшей оценке, а эта оценка, в свою очередь, поспособствует его лучшему будущему или там поступлению куда-то, куда-то. Вот здесь они могут помолчать. Деструктивные. Ну, в категорию деструктивных, естественно, могут попасть родители с любым стилем воспитания, на самом деле. Мы можем говорить о том, что, наверное, любой из нас может в определенный момент повести себя деструктивно. Но, опять же, мало ли, какие обстоятельства в жизни бывают. Если это единоразовые случаи, то мы не относим их в эту категорию. Но есть те, которые это делают регулярно. Кто такие деструктивные родители? То есть это те родители, которые настроены изначально против системы воспитания. Это те родители, которые изначально находятся в конфронтации к педагогу, к администрации, к системе образования. Это, знаете, весь мир плох, все люди плохие, и вообще все здесь плохо, и ничего хорошего быть не может. Как с ними контактировать? Хотелось бы мне сказать, что лучше с ними не контактировать. Но, к сожалению, так не получится. Здесь тоже есть методы, которые проявляют деструктивные родители. Я не буду сейчас их перечислять. Вы посмотрите на слайде, тем более презентацию у вас будет. Но вот с этим нюансом, какой стиль общения с ними можно применить. Все, что вы можете сделать, это оставаться на позиции профессиональной. Ни в коем случае не переходить на личности. Желательно разговор не проводить тет-а-тет, чтобы обязательно присутствовал еще кто-то, тот, кто разделяет вашу точку зрения. Могут быть родители, которые разделяют вашу точку зрения. Лучше другие педагоги. Плюс к этому, я думаю, что вы сейчас тоже понимаете, в нашем, так скажем, современном мире, где очень достаточно много конфликтов в образовательной сфере, и непонятно, то ли учитель обижает ученика, то ли наоборот ученики обижают учителя. Дети используют запись. Почему бы вам не использовать запись? Я вообще очень рекомендую, если вы идете на какой-то неприятный, вы понимаете заранее, что будет какой-то неприятный разговор с педагогом, запишите его. Если педагогу нечего скрывать, и он настроен конструктивно, то ничего такого в этой записи не будет. Ну и, соответственно, вы, как педагог, также можете записывать, чтобы у вас были доказательства, чтобы вам было чем апеллировать, потому что с деструктивным родителем свою точку зрения будет доказать, очень-очень проблематично. И есть те, кто приходит и сразу начинает орать. Вот сразу с порога. Я вам привел ребенка вот в этом. В чем вы мне его отдаете? А где его вот это? А где его вот это? Отойдите на безопасное расстояние. Не вступайте ни в какой делок, ни в коем случае не оправдывайтесь. Не пытайтесь объяснить ситуацию. Отойдите и подождите, пока он успокоится. Вот когда он успокоится и выдохнет, есть такой прием. Называется позитивная коннотация. Это прием, когда вы вот в этом всем, в негативе, находите какое-то положительное зернышко, маленькое положительное зернышко и начинаете с этого. Вот он прокричался, он успокоился, выдохнул, он от вас что-то ждет. Что вы ему можете сказать? Вы знаете, я вижу, как вам тяжело совмещать работу и, допустим, и быт. И я вижу, как вы беспокоитесь о ребенке. На самом деле, это очень ценно, что вы о нем так заботитесь. Но я бы попросила вас на будущее не разговаривать со мной в таком тоне, иначе у нас ничего хорошего не получится. Вы ему сказали позитив, а потом дали негатив. Это вообще, в принципе, в любой ситуации помогает, в любом взаимодействии. Какие есть правила? Я уже говорила о том, что придерживайтесь делового общения. Я понимаю, что не бывает, наверное, так, стопроцентных ситуаций, где-то что-то вам откликнется, где-то вы захотите войти в положение, допустим, родителей, где-то вот, ну, пойти у него, может быть, даже на поводу, вам захочется помочь. Тогда проговаривайте это. Когда вы хотите человеку помочь, вы говорите, вы знаете, да, я сейчас вижу, что вы в этом нуждаетесь, я вам помогу, то есть я сделаю вот так-то. Но почему это надо проговаривать? Чтобы человек понимал, что сейчас он помогает, что вы помогаете ему, вы идете ему навстречу, потому что он вас об этом просит. Если вас не просят, не надо этого делать. Оставайтесь в рамках своих должностных обязанностей. К правилам, в общении с родителями, вот это, знаете, это нельзя. Что нельзя делать? Не выносить суждений. Вы слишком мало уделяете внимания воспитанию сына и дочери. Предпоставьте себя сейчас на место родителя, да. Вы пришли в детский садик, например, забирать своего ребенка, а вам выходит воспитатель, отдает ребенка. Ой, вы знаете, по поведению вашей Машеньки, я думаю, что вы слишком мало уделяете ей внимания. Вы с чего это взяли? Все, у меня сразу уже начинает подниматься агрессия. Вы начинаете его судить, осуждать. Убирайте. Не надо так говорить. Не проповедовать. Проповедовать. А вот на вашем месте вам следовало бы вот так бы поступить. Это уже я на третье перескочила. Не проповедовать, что вы должны. Вы обязаны. Ваш родительский долг обязывает. Потому что это все сразу у нас вызывает конфронтацию. Нам сразу хочется от этого отстраниться. Не-не-не-не, это не про меня. Не получайте, не подсказывайте решение. На вашем месте я бы поступил вот так-то и так-то. Подсказывайте решение, но тогда, когда вас об этом спрашивают, не надо идти с рекомендациями, не со своими какими-то советами. Я понимаю, что вы хотите сделать лучше. Но если вас не просят, не нужно этого делать. Иначе вы окажетесь в очень двусмысленной ситуации, неприятной в первую очередь для вас. Не приказывать. Вы обязаны. Вы должны. Не угрожать. Ну, если вы этого не сделаете, тогда будет то-то, то-то. Вот тут тоже может быть момент. Есть угроза, когда вы говорите, если вы не сделаете вот так-то, то будет вот так-то. А есть правило. А вот в правиле, что мы можем быть, да? Я жду от вас выполнения вот таких-то, таких-то рекомендаций, потому что нам необходимо будет вывести в рейтинг. И если вы не сделаете этого своевременно, я не смогу вывести этот рейтинг, и тогда ваш ребенок пострадает. Вот по сути вы просите, но это уже не приказание. Хотя смысл один и тот же. Не ставить диагноз. Вот это тоже один из ключевых, наверное, моментов, который будет неприятен всем, всегда, любому родителю, любому педагогу и любому ребенку. Не берите на себя эту ответственность. Я очень часто слышу такие моменты, да, когда, ух, слушайте, вот этот вот ребенок, у него точно клиника. Откуда вы это взяли? Вы специалист. И как бы ни был настроен родитель, я знаю, что даже есть такая категория родителей, которая сама любит ставить диагнозы своему ребенку. Но это пусть на их ответственности остается, не на вашей. А когда, как бы, даже вот, например, родители у вас подходят и спрашивают, вы, вы знаете, вот у нас что-то в поведении стали наблюдаться такие какие-то моменты. Как вы думаете, стоит ли нам сходить к психологу? Переведите ответственность на него. А вы сами как считаете? Вам больше кажется, что вам это нужно или больше нет? Вы знаете, мне кажется, что больше нужно. Но раз вы так считаете, то, конечно, стоит. Все. Не вы сказали, идите к психологу, я вас отправила. С вас взятки гладкие. Не выпытывать. Не выпытывать в плане того, что все, что вам нужно знать, это сфера образовательной деятельности и сфера взаимоотношений с ребенком, только то, что имеет отношение к учебе. Не переходите, я бы еще так назвала, не переходите на личности. Я знаю, что бывают такие истории, когда, допустим, регулярное плохое поведение ребенка и на арктистическом собрании рецепт говорит, вы знаете, вот, например, там ваш Вася, да, уже который раз демонстрирует такое, ну, отсутствие дисциплины. У вас что, дома какие-то непорядки? Вот здесь вы уже перешли на личности. Вы обратите, пожалуйста, на него внимание, да, может быть, есть какие-то еще факторы, которые это поведение провоцируют. Если хотите, мы это обсудим. И ни в коем случае никогда не делайте это прилюдно. Если у вас даже есть какие-то вопросы, и родитель настроен конструктивно, лучше позовите его на 5 минут и спросите его в личной беседе. Ну, обходя вот эти моменты и обходя дискуссии относительно того, что у вас там происходит. Я знаю, что тоже педагоги, встречалась, такие очень уже опытные, которые много лет проработали в школе, они сразу говорят, о, вот этих развод у них сейчас там вот будет. И они это не скрывают. Так всем участникам развода тяжело. Но не надо этим лишний раз корябать родителей. Вы опять не получите конструктивного взаимодействия. Ну, не разглашать тайну, я думаю, это тоже понятно. Не стоит здесь даже говорить. Не оправдывать и не оправдываться. А когда вы себя защищаете в чем-то, лучше сказать, что, вы знаете, мы применили вот такой вот подход, но я вижу, что он не работает. Мне жаль, что он не работает. Мы попробуем что-то другое. не провоцировать конфликтов. Ну, сами, конечно, не идти на провокации. Но при этом я не могу сказать, что я сторонник без конфликтного общения. Потому что без конфликтов вообще нельзя. Пусть конфликт будет, но будет управляемый вами. Здесь нужно четко понимать, но это прям отдельная тема, для чего вы этот конфликт затеваете. не бойтесь, если он случается, сами не провоцируйте. Ну, и пару техник, которые бы мне хотелось дать. Я вижу ваше сообщение, да, я понимаю, действительно, очень много всего позволено, но, к сожалению, система сейчас, наше образование построено таким образом, что мы с вами педагоги, но при этом мы, кто мы оказыватель услуг. Да, вот боль, моя, разделяю ее с вами прям всем сердцем, сама страдаю от этого, это очень неприятно, но это факт, поэтому здесь надо, конечно, быть более внимательными к себе, и поэтому стараться использовать какие-то механизмы, чтобы мы все-таки сохраняли себя в ресурсном состоянии, чтобы не было такого, да, ну, все, катись, оно все, не знаю, куда и гори, там, синим пламенем, не буду больше я в этом работать. Вот эта позиция вседозволенности, я бы сказала, возможно, размытости границ ответственности между школой и между семьей, она присутствует, она так пока еще не установилась, она только находится вот в фазе своей какой-то нахождения даже этой границы, поэтому это бывает зачастую, поэтому так важно, чтобы вы могли себя обезопасить, поэтому очень важно в работе с родителями не давать им того, что они смогут использовать против вас, потому что звучит, как в суде, но тем не менее, используйте я сообщение, я сообщение, это то, когда вы не критикуете, но при этом говорите то, что действительно чувствуете, и можно сказать даже неприятные вещи, в нем есть четыре части, первая часть, это как, вот я сейчас сразу, наверное, перелистну, знаете, на пример, и тогда на примере вам станет понятно, а это вы посмотрите, вот смотрите, есть факт, есть какой-то факт случившегося, например, вот каждый раз, когда вы не приходите на родительские собрания, что вы говорите? Вы говорите, что вы каждый раз не приходите на родительские собрания, и мне от этого плохо, вы можете сказать, Иванов, вы каждый раз не приходите на родительские собрания, вызовет конфронтацию, а если вы так сформулируете, будет по-другому, каждый раз, когда вы не приходите на родительские собрания, я чувствую горчание и досаду, я про себя говорю, я не про него говорю, что ты такой нехороший, не приходишь, мне неприятно, потому что потом мне приходится передавать вам информацию лично, я трачу много времени, я вас отвлекаю, и просьба, да, дальше, что я хочу-то получить, если у вас нет возможности прийти, пришлите кого-то вместо себя, что вы сделали, вы сказали о том, что есть фактически, вы не соврали, так оно есть, просто в красивой форме, вы сказали, что вам неприятно, вы выразили свои чувства, вы остались конгруентными, вы сказали причину, как вам она видится, потому что вам, почему вам неприятно, потому что вам неприятно, что вам приходится тратить время, и дальше вы говорите ему сразу решение, решение какое это не делается автоматически на самом деле чтобы это стало автоматом этот надо пробовать это кстати очень хорошая техника в любом общении в любом взаимодействии с любыми людьми другая техника три плюса вот три плюса прежде чем общаться с любым человеком дайте я называю это три психологических плюшки плюшка это некая вкусняшка что может быть плюшка улыбка назвать его по имени сказать как хорошо сегодня выглядишь все вы настроили человека на контакт почему все все общение начинается заметьте до любые спикеры начинают с того что они говорят здравствуйте да то есть они улыбаются при этом да они представляются они называют вас каким-то образом и когда к вам обращаются по имени с приятной улыбкой вероятность того что вы захотите общаться с этим человеком гораздо больше очень маленький такой приемчик присоединение прием присоединения найти что-то общее у меня тоже самое или сказать коллеги я вас так понимаю у меня происходит такое же я знаю как тяжело это делать но ведь мы с вами вместе вот использовать местоимение не вы должны не вы обязаны а давайте мы попробуем мы заинтересованы в том чтобы у наших детей было все хорошо мы же с вами вместе этого хотим и тогда как будто бы этого уже не вы хотите а ну да действительно это же нам это же нам надо как возразить родителю чтобы избежать возникновения конфликта то есть это просто вот фразы которые вы можете взять себе человек начиная да он вам возражает он вам что-то говорит и вместо того чтобы вот вы сейчас что говорите вы меня сейчас не услышали просто отметили очень хорошо что вы подняли этот вопрос это прекрасно мы обязательно к этому вернемся или спасибо что вы обратились с этой проблемой к нам мы обязательно решим когда этого будет удобно в индивидуальном порядке ваша задача заметить и погасить заметили и погасили когда вы заметили я опять получаю свою плюшку которую я хотел получить я уважаю ваше время но вы знаете я вижу немножко другую сторону и ваша сторона правой моя сторона правая нам это важно давайте мы вместе подумаем как это решить допустим на будущее какие могут быть еще формулы вот смотрите здесь в одной стороне у нас с левой стороны так вот у меня это с левой стороны находится на эта фраза которые мы говорим возражая и есть то как мы это можем переформулировать словесно опять же чтобы избежать конфронтации чтобы не нагревать наших родителей когда вы вам хочется ответить я не знаю мне надо уточнить или можете достать я вернусь к этому вопросу чуть позже я не могу сейчас вот я вернусь к этому попозже в настоящее время это довольно сложно однако я постараюсь что-то сделать вы не должны было бы лучше если бы вы то есть тогда вы уже предлагаете вы меня не так поняли а давайте мы сами уточним кое-что нет я с вами не согласна к сожалению мне придется вам возразить вряд ли это возможно я понимаю вас но вот это тоже хороший раз я вас понимаю я разделяю ваши чувства однако или но то есть дальше сначала плюсик а потом уже даем неприятное что-то это не так я в целом разделяю ваше мнение однако или но опять же да мы соглашаемся и даем другое что-то не думаю что это верно в целом верно но я бы внесла некоторое уточнение вот когда вы это проговариваете вы даже сами слушайте слушайте как на слух это воспринимается иначе ну и техника сэндвич я думаю что вы ее точно используете даже если вы не не слышали вы наверняка это делаете техника сэндвич очень простая еще раз говорю это техники взаимодействия которые могут действовать естественно не только с родителями они могут действовать с любыми другими людьми тут у нас есть три части принцип сэндвича да хлеб сыр хлеб что является хлебом хлеб это то что позитивное ваше сообщение ваше общение строится таким образом что вначале у нас есть какая-то положительная продолжительная хорошая информация потом мы выдаем весь негатив и потом опять сдабриваем положительной информации вот пример приходят мамы забирать девочку из детского сада и выводит воспитатель на вы знаете ваша маша сегодня вообще не спала устроила такую бучу с ней все остальные тоже не спали сделайте с ней что-нибудь она так себя ведет все естественно мама в агрессии а что там такое происходило или как и вот ту же самую информацию мы подаем по принципу сэндвича машенька у вас сегодня нарисовала такую очаровательную лошадку и представляете съела даже весь суп что сделала хлебушек до похвалила машенька молодец в тихий час спала плохо и с ней все остальные плохо знаете я говорю маша что так делать нельзя а давайте мы вместе решим этот вопрос вот я например на примере кукол ей рассказываю что когда все остальные детки спят а они отдохнули а если они не спят они потом грустные кстати маша очень хорошо с куклами управляются у него вообще прям талант она мастер попробуйте с ней на куклах и вот здесь еще в последнем что сделал педагог он еще и маму похвалил что давайте мы вместе это сделаем я уверена что у нас получится но я же вас верю каждому родителю всегда неприятно слышать что-то нехорошее про своего ребенка и вот это вот невкусную информацию надо подносим как говорится преподносить под каким-то соусом это дело практики это дело техники это как и любое другое наверное общение когда вы а во взаимодействии понимаете где-то вы уже начинаете потом чувствовать поэтому берите применяйте используйте не только на родителях и на своих коллегах и на своих партнерах и даже у себя дома вам прибежал ребенок домой он быть слушай не сегодня столько домашки задали у меня наверное вся голова треснет суши ты знаешь я вот когда смотрю тебе столько домашки задают я просто диву даюсь как тебе все удается на такой умный поэтому давай я тебе помогу да а потом мы с тобой если посмотрим вместе фильм все и уже в ребенку такой и не так-то много мне задали вот мама ты мне гордится ты если чё и немножко вот сюда перенесла да как я говорила что как разговаривать с неадекватными родителями я уже это сказала выше просто вот слайд остался здесь что да неадекваты случаются но лучше дождаться когда он перейдет в адекватную позицию и а уже каким-то образом с ним контактировать ну и в конце концов я уже по на каждом вебинаре это говорю если ситуация совсем выходит из-под контроля и вам категорически неприятно вы не обязаны вы можете сказать элементарно мою фразу в таком тони я с вами разговор продолжать не могу и не буду мы увидимся и поговорим тогда когда успокоиться развернулись и ушли в спину вам будет лететь все что угодно но вы уже не в контакте литературу вас также есть на слайде да она представлена контакты если захочется общение или появятся какие-то вопросы здесь есть вопрос у меня как бы по основной части все отвечу данный вопрос и есть категория родители которые только упрекают во всем собирают свои маленькие родительские собрания на общие не приходят а вот и мне не там опять упреки к сожалению да такое бывает что вы можете делать повторять снова и снова ну как бы это ни было наверное неприятно то по сути проговаривать да для других родителей что я могу здесь порекомендовать вы знаете может быть стоит подумать на тему того а какое бы место могли занять лидеры вот этого собрания которые устраивают до которые всех во всем упрекают а в каком-то другом деле то есть это знаете это как перепоручить если у нас есть негативный как настроенный лидер то тогда может быть дать ему какую-то задачу с которой он справится если он так упрекает может быть он сделает что-то что он может сделать то есть перенаправить человек явно пытается видимо отстоять свое лидерство и ставит себя в противовес вам то есть то что он говорит это так а то что вы говорите это не так ну и потом когда вас в чем-то упрекают вы не обижайтесь сразу если у вас или у вас летит какой-то упрек вы скажите хорошо в чем именно скажите мне вот там кстати был пример о том вот когда вы меня упрекаете мне это очень обидно слышать мне неприятно потому что я не понимаю в чем конкретно я вижу вашу реакцию я не вижу того чего от меня хотите может быть так стоит построить диалог чего бы вы от меня хотели то есть что я могу сделать на ваш взгляд а потом вы скажете уже можете вы это сделать или не можете но так как я вижу сейчас целом коллеги спасибо что были со мной это время желаю вам всем успехов без конфликтного общения родители и серии 100 трудничающих и позитивно настроенных но самое главное это вам здоровья ресурсов любите себя и заботись в первую очередь о себе спасибо вам огромное есть всего доброго у меня спас 7 вам всем вам 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 вам